Народное славянское радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 января 2017 года среда, по одному из старинных 31 день месяца белого сияния и покоя мира 7525 лета седемица. Мы сегодня должны по идее, по расписанию, по указанному в анонсе встречаться с Андреем Геннадьевичем Злоказовым по поводу темы СССР «Единственная объективная реальность». Но так получилось, что по каким-то неизвестным непричинам Андрей Геннадьевич на связь не вышел, на письмо не ответил. И к нам на выручку пришел Владимир Анатольевич Лукашенко. Здравия тебе, Владимир Анатольевич! Здравия! Добрый вечер! А раз пришел Владимир Анатольевич, то в этом случае мы поговорим не про СССР, а будем разговаривать про то, что нам помимо СССР еще необходимо каждому в голове возражать. Потому что СССР кто-то хочет туда, кто-то не хочет. Нужно это, не нужно это вопрос для кого-то спорный. А вот то, что надо заниматься практиками работы над собой, мне кажется, это даже и ежу понятно. И хотя в нашем эфире ежа нет, но мы поговорим про практики вневременности. Вот такая интересная тема. Что это за вневременность и что же такое за практики? Вот давайте сейчас я Владимира попытаю. Владимир, что же такое за практики вневременности? Очень интересная тема. Тем более, что я сейчас быстренько посмотрел. У вас завтра тоже про время эфир, по-моему. Да, да, да. У нас про путешественников, про путешественников во время, вторая часть. Вот, наверное, есть смысл послушать, потом еще и поговорить с полной головой этой новой каши. То есть ты хочешь догрузить уже, чтобы у меня мозги вообще съехали, я потом куковать уже начал вместо этой кукушки, которая у нас там должна, по идее, куковать каждый час. Ну, я не думаю, что съедет. Надеюсь, что ты не такой. Да. Ну, во-первых, я вообще хочу поблагодарить, что радио такое есть. Даже не за то, что вот в эфире мы выступаем вместе, как-то это делаем. Просто, что оно есть. Алексей Орлова с командой. Это просто необходимо. Потому что я чувствую, что это очень надо и очень хорошо. Это раз. Ну и что? Попробуем. Может быть, недолго, но, по крайней мере, попробую как-то более-менее понятно поговорить о вневременности. Или вневременности, как кому это нравится говорить. Ну, наверное, каждого, кто размышляет о себе, есть такое громкое название, саморефлексия. Кто размышляет о себе или просто размышление о жизни своей, о истоках своих. В конечном итоге мышление приводило к такому вопросу. Очень, может быть, с одной стороны непонятному, с другой стороны первичному. А что такое время? Вот мы катимся, мы, вернее, плывем по реке, по реке нашего времени. Мы что-то говорим о прошлом, думаем о будущем. История у нас пишется. Пишется, переписывается, конечно, еще вдобавок. Что такое время? Очень тяжело его осмыслить. Оно как куда-то в формула у нас залезло. Эйнштейн что-то еще придумал с этим временем, которое то идет для человека, который летит со скоростью света меньше, чем у человека, который здесь находится. В общем, все поперепутано. И эта тема меня тоже интересовала. Интересовала достаточно сильно, практически с детства. Наверное, основной упор был в самокопании, в саморазвитии, в попытках понимания, как устроен наш мир, как мы в этом мире устроены, как мы с этим миром взаимодействуем вокруг нас и друг с другом. Это первое, что на это толкало, это была попытка понять, что такое время. Ну, долгая песня, лет-то уже немало. А если я поднимал старинные записи, занимался практически с детства этим таким мыслительным процессом. И вот додумался до чего-то. Не только додумался, но и докопался. Такая книга есть. Вышла она в свет в 2013 году, даже чуть раньше. Есть она, по-моему, даже на Озоне. И электронная версия, и версия печать по требованию. Называется «Современная алхимия или технология мира», в котором как раз изложены начальные мысли на тему времени. Ну, это такое вступление. Откуда это взялось? Ну, насколько это вообще нужно нам, нужно людям? Нужно тем, кто действительно пошел по дороге поиска себя, по дороге к себе? Ну, давайте попробуем сегодня разобраться. Несколько такой пожарный случай. Ну, в принципе, для меня он не пожарный, поскольку существует уже и такой серьезный продвинутый курс практики вневременности. Ну, естественно, частично из этого курса я буду что-то рассказывать. То, что, конечно, интересно может быть, то, что познавательно. Давайте попробуем взглянуть на природу, на нашу, на нашу планету. Ну, наверное, и Карл Линей, когда классифицировал животный мир, ну и всяческие эзотерические источники. И вообще мы с здравым своим смыслом можем увидеть, что на Земле есть минералы, то есть некие вещества, кристаллы, камни, еще что-то такое. Есть растения. Ну, между ними, конечно, не какая-то пропасть или какой-то резкий переход. Есть простейшие, есть грибы, есть паразит, еще одноклеточные и так далее. Есть животные, но животные и растения тоже уже как-то более-менее отличаются более резко. Хотя, может быть, и тоже минералы отличаются от растений. Есть четвертое царство так называемой природы – это человек. И давайте мы попробуем сразу с нашей точки зрения посмотреть, логическое, может быть, как понимает длительность всех процессов, как понимает, ну, можно сказать, так сказать, осознают или действуют в этих процессах во времени представители тех или иных царств. Ну, или не царств нашей собственной планеты, где мы живем кругом, можно посмотреть. Ну, в минералы мы, конечно, не будем залезать, потому что они очень-таки долгоживущие. Мы по сравнению с ними, ну, никак, собственно говоря, осознать время минералов, как они развиваются, как они появляются, как они преобразуются, нам достаточно тяжело. Потому что по отношению к нашему пониманию времени это происходит миллионы, миллиарды лет, что для нас, собственно говоря, нам все равно, что один миллиард, что два миллиона – это как-то равноценно. Ну, продвинемся дальше. Что мы наблюдаем у растений? Все-таки это часть нашей планеты. Минералы – это тело планеты, растения тоже, это планета наша вся, наша Земля. А планета, она у нас движется и развивается, и, собственно говоря, процессы происходят у нее циклично. Она вращается вокруг собственной оси, то есть вокруг себя сутки проходит. Она вращается вокруг Солнца. То есть практически каждый цикл завершается, начинается новый, и нет никакого, собственно говоря, для планеты какого-то повода рассматривать предыдущие циклы. Есть качественные, конечно, переходы, но время планеты циклично. Так и у растений. Растения существуют в пределах цикла. Памяти как таковой, как у человека, у растений нет, не существует. Ну, не может она быть такова, как у человека, по-другому существует. Даже, по-моему, сейчас уже науки такие есть про зоопсихологию, психологию растений. Даже, по-моему, тоже начали смотреть исследования, проводить на эту тему. Но вот растение само по себе помнит всё, не определяясь с местом расположения того или иного события на какой-то шкале времени. Но помнит всё в пределах цикла. Наступает новый цикл. Для растения, собственно говоря, совершенно не важно, что было в прошлом. Оно растёт, живёт от цикла к циклу. Однолетние растения есть, двухлетние растения есть. Есть циклы для растения суточные. То есть для него нет никакой надобности выстраивать какую-то историческую шкалу куда-то далеко в прошлое и думать что-то о будущем. Внутри цикла существуют растения. Если взять животное, то то же самое. Животное тоже существует в пределах циклов. Да, у животного есть память, но память связанная с событиями вне определения, как они проходили вчера, сегодня, позавчера, связанных с эмоциями, с какими-то собакой. Допустим, если её обидеть, ударить, она будет помнить не время, когда это совершилось, вот это было когда-то, а те самые ощущения, которые происходили для неё в этом событии. То же, то есть получается, тоже в пределах каких-то циклов своей жизни, ну, самые большие циклы понятные для всех, всей природы, всех живых существ на Земле, это циклы времени года, например, да, когда Земля вращается, меняется природа, меняется климат, меняются поляги магнитные, Солнце по-разному стоит, но всё-таки ось на Земле наклонена. Да, и в пределах этих циклов животные существуют. Ну, если немножко так отойти в сторону, нет никакого, кстати, никакой причины, никакого повода на Земле появления человека. Давайте мы здравым вам посмотрим на теорию Дарвина и вообще на то, что существует. Какие-то есть у нас замечательный какой-то климат, где существуют животные, они существуют сами в себе. Да, они как-то развиваются, межвидовое взаимодействие у них есть, ну, три вида наиболее выживают, приспособленные. Но не более того, нет никаких признаков движения у животного, чтобы создать нечто внеприродное, кроме гнезда, да, для сопродолжения рода, кроме каких-то, используя природные материалы, используя природные технологии, даже тяжеласточки делают свои гнёзда, используя собственную слюну. То есть нет никакой причины выходить из цикличного своего времени, нет никакой причины помнить прошлое, думать о будущем, связывать своё состояние, связывать какие-то периоды или действия, какие-то происшедшие события с временем, с линией времени. Первый, кто в этой природе, а может быть и не в этой природе, а из них достался нашей Земле некое такое существо, казался человек. И вот человек определил или ему определили линейное время, то есть разорвал цепь цикличных событий на Земле. То есть практически человек своим сознанием существует вне цикличного времени природы, цикличного длительности каких-то действий телесных, природных действий, физиологии своей. Он разорвал, и для него, для его сознания появилась шкала времени, появилась линия, где есть события прошлого, отстоящее на определённом расстоянии для него, для человека. Потому что если человек начнёт мешать в голове события, вдруг начнёт думать, что к нему, так сказать, ближе, то есть он уже субъективно создаёт такую дорогу, которая смотрит назад, к нему ближе вдруг начнёт думать, что события, которые произошли раньше, это значит, что он сумасшедший у нас считается. Почему это произошло? Так вот, это произошло благодаря тому, что у человека появилось логическое мышление. Логическое мышление, которое требует постоянного внутреннего дискурса. То есть это дискурсивный вид мышления. Из причины выливается следствие, следствие становится следующей причиной, причиной следующего следствия и так далее. Появился мыслительный поток. Если животное максимальное, что может быть у животного в своём развитии, это эмоциональная составляющая, то есть животное может иметь эмоции, то для человека появился ещё один слой многослойного существа. И человек, конечно же, как матрёшка, он в себе впитал все остальные. У него есть минералы, у него есть вегетативные системы, у него есть разные жизнедеятельные системы, физиология, у него есть эмоциональная составляющая. То есть все слои природы, все царства природы он в себя вобрал и существует. Ну вот такая прививка сознания, видимо, откуда-то появилась. Не знаю, говорить не буду, это требует отдельного изучения. А вот по факту человеческое существо, оно вроде бы как имеет у нас тело как у животного, то есть практически принадлежит к планете нашей Земля. Состоит не только из праха, да, из праха мы сделаны, в прах войдём. Но и из нечто, что позволяет ему говорить о своём таком неживотном состоянии, о неживотном происхождении, может быть, слишком сильно, можно сказать. Это тоже нужно об этом говорить отдельно. О том, что у него появляется сознание, появляется мышление, непрерывное мышление логическое, которое составляет такую линию, поток. И этот поток человек не просто определяет здесь-сейчас, это вот ещё научиться надо, чтобы так быть только здесь-сейчас. А поток определяет в прошлом, куда-то он уходит в прошлое, может быть, он двигается из будущего в прошлое. И в будущем человек постоянно думает о том, что было, переживает, соединяется со своими эмоциональными характеристиками. Не просто имеет некое знание о том, что было. Причём знание он сам, получается, субъективно составляет картину, что это было и когда это было. И заботится, постоянно переживает, о что будет в будущем. То есть я должен на чёрный день накопить, я должен думать о будущем, что будет с тобой завтра. Представь себе, это мы же все так живём, практически поголовно. Все живём прошлым, все живём будущим. И, может быть, единицы или вообще миллионные доли процента живут настоящим. Настоящего, конечно, практически-то и нету, сходя из того, что пока мы считаем, вылавливаем момент настоящий, он уже у нас прошёл, улетучился. Ну вот такое создание сознания, разума логического и одновременно заключение себя благодаря этому логическому мышлению и одновременно как база для логического мышления в линейное время позволило создать новый уровень человека. То есть воссоединить природу, природу материальную, ну, как угодно мы будем говорить, может быть, животную природу, с природой, ту, которую мы пощупать не можем, с природой сознания. И эта линейка такая, или граница, она у нас существует на сегодняшний момент, является главной составляющей. То есть, как бы это сказать, самая главная эта тема заключается как раз в том, что мы, как осознанные существа, как мы считаем осознанные, мы всего лишь генерируем постоянное, субъективное, своё линейное время. Что наше сознание, логическое мышление, что наше время, в котором мы представляем, что мы живём, думаем, существуем, это в принципе одно и то же. Как-то я на прошлом эфире, по-моему, рассказывал про поезд мыслей, который у нас мчится перед нами, наше логическое мышление, и мы за этим поездом ничего не видим. Ну вот, в принципе, так оно и есть. Мы сидим на этой линии времени, мы мало того, что не видим за нашими мыслями ничего, но продолжаем катить эти поезда, исходя из того, что у нас в голове лежит такое прошлое, связанное с нашими эмоциями, и лежит дальше будущее. И, ну, наверное, это уже такой старый способ мышления. К чему хорошему он, может быть, приводит, не приводит? Ну, давайте посмотрим. Деваться-то нам надо куда-то, продвигаться дальше, не знаю, по Дарвину или нет. Попробуем подумать, как он нам, для чего он нам годен, не годен, что нам с этим делать, с нашим пониманием времени, с нашим уже, так сказать, большим составным базисом нашего времени, от прошлого к будущему, линейным. Ну, начнём с того, что вот прошло уже всё, а мы постоянно об этом думаем. Мы опираемся на события, которые для нас хорошие, плохие. Нас тянет, наши мысли тянутся, допустим, пережить события, которые были. Вот у меня было такое горе. Или, наоборот, вот была радость, а сейчас такой радости нет. То есть, практически, наше сознание, а стало быть, и энергия, которая позволила, может быть, большее сделать, она у нас растянута, размазана, вот как резинка, взяли шарик резиновый, взяли из неё, сделали длинную резинку. На прошлое, оно постоянно, наше сознание обращает внимание на прошлое, там находится. И постоянно пытается генерировать будущее. Мало того, как линия, она же должна быть у нас непрерывная в этом отношении. То есть, она не должна иметь острых углов. То есть, практически, получается так, если мы своё прошлое зафундаментили в голове своей, то у нас из него проистекает определённое будущее. Определённое, мало того, ещё и сознание начинает прикрепляться к матрице слоё общественного сознания, которое тоже рассказывал, кому интересно, он может послушать, эфиры есть. И, таким образом, человек уже предопределён своей судьбе. Такого рода людей, их практически большинство, можно предсказать что угодно, поскольку он существует во времени, который себя определил в линии времени, и ушёл куда-то далеко-далеко, с этих рельсов сойти практически не может. Есть прошлые рельсы, есть будущие проложены. Путь не изменен, никуда деваться не денешься. Мало того, мы же говорили, я всё, так сказать, немножко в наши лекции, эфиры, прошлые, туда падаю, наверное, стоит немного повторить, говорили о интуитивном сознании. Интуитивное сознание или интуитивная область сознания, интуитивный способ мышления, как угодно можно сказать, это способ мышления, не привязанный к линейному времени. Вот такое бывает, вот я живу, да, у меня там прошлое, у меня будущее куда-то идёт, и тут меня осенило какой-то мыслью, которая не связана, не может быть привязана к логическому мышлению никак. Может быть, там стихи написал, может быть, друг по-английски заговорил, может быть, таблица Менделеева приснилась. То, что я раньше не знал. И это ни в коем случае получается не привязано к тому пути, который мы для себя обозначили, по которому идёт наше мышление, логическое мышление. Оно не может остановиться. Мы не умеем пока восстанавливать, пока мы логические мысли. То есть, получается так, что за вот этой границей, за этим потоком, за этим железной дорогой, по которой мчатся наши вагоны мышления, и наше время определено этими рельсами, лежит следующий, наверное, по эволюции, образ мышления, который мы можем и должны, и, в принципе, имеем все основания освоить. То есть, получается так, что пока мы находимся в линейном времени, нам в интуицию можно только заглядывать или благодарить, если у нас какая-то искорка шлёпнется. шлёпнется откуда-то в нашу голову. То есть, чтобы понять вообще принятие, принять интуитивный способ мышления, необходимо каким-то образом выйти за катание по этой дороге, по этой дороге от прошлого к будущему. Если говорить о техниках и практиках тибетских, о практиках недвойственности, а вообще развитии своего сознания до неувлечения во что-либо, то, в принципе, мы к этому уже практически приходим, потому что осознать природу всего общую, это, так сказать, высшая математика, но она, в принципе, доступна людям. Об этом уже люди дошли до этого, и практики такие есть. Практики это показывают, что есть такие люди, которые понимают на очень глубинный, глубинный, очень большой смысл своего существования, существования окружающего мира, чтобы понять, что, представьте себе, и субъект, и объект, и действие имеют одну природу. То есть это одно и то же. Логический ум, то есть дискурсивный способ, мышления, он это отрицает. То есть он тут не может понять, он не входит в его понимание, что это может быть одновременно. Либо одно, потом другое, потом третье. И понятно, что логический ум, он держит субъективное время человека. Поэтому вот в своих, так сказать, не то что размышлениях, но и практиках потихонечку приходишь к тому, что нужно каким-то образом свои мозги, грубо говоря, или своё сознание преобразовывать. И понимаешь, очень интересный такой факт. Я думаю, что он будет полезен. Я очень хотел бы, чтобы его как-то осмыслили отдельно, может быть. У нас есть инструмент. Это наше сознание. Ну, не знаю, у нас там логическое мышление, какое угодно. Сознание, как можно назвать сознанием, умом, чем угодно. И вот мы этим инструментом практически всё вокруг осознаём, опознаём. Конечно же, он должен быть ещё в наших руках, а то мы, так сказать, в процессе увеличения общественную какую-то в матрицу, в какую-то ещё, отдаём себя на откуп, то есть существуем по законам каким-то, по шаблонам существующего вокруг нас общества, который подходит нам, не подходит, мы уже отдались, и всё. Ну вот хорошо бы, если иметь себя в своих руках и этим инструментом пользоваться. Мы начинаем исследовать мир, смотрим что-то такое, и в какой-то момент мы понимаем, что хорошо, если понимаем, нам как раз важно это понять, что нам не хватает этого инструмента для познания мира. Ну, примерно так, что мы взяли ученическую линейку и начали измерять толщину человеческого волоса. Можно как-то попытаться там витками наматывать, потом считать эти витки, тоже математика какая-то, но принцип-то простой. В линейке есть главное, самые большие деления, ну или самые маленькие деления, это миллиметр. А толщина волоса гораздо меньше. Это количественная разница несоответствия инструмента, исследуемая этим инструментом объекта. Но есть ещё и качественные. Конечно же, мы, допустим, не можем измерить температуру линейкой, но у нас вот линейка только и есть, больше ничего нет. Не можем измерить четырёхмерный куб этой линейкой, даже если он десятки сантиметров, эти грани находятся. Это уже недостаток нашего сознания. Стало быть, нам нужно наше сознание каким-то образом приводить в такое состояние, которое могло бы быть больше того, что мы познаём. Чтобы оно могло больше или как-то соответствовало хотя бы, чтобы мы могли больше и больше осваивать своим умом, обращать внимание, как-то делать какие-то внутренние выводы и качественно изменять, преобразовать своё сознание настолько, чтобы оно понимало то, что мы сейчас просто не в силах понять. Это примерно так, как со зрением. Зрение наше иногда даже перестаёт опознавать и видеть, если что-то ему не нравится, он не находит соответствия. Зрение, если у нас не найдёт соответствия представления какого-то в голове, оно просто этого не заметит. Вот, в принципе, наше сознание то же самое делает. Если мы не можем это опознать, значит, этого нет для нас. Однако же наш мир громаднейший, конечно же. Если мы тут уже слово «континуум» увидели в этом самом комментариях, если уж так говорить, это «континуум», значит, оно, всё окружающее нас Вселенная, она и многомерная, и необъятна, и заполнена вся разными какими-то феноменами. Заполнена или нам кажется, что заполнена. Поэтому для того, чтобы как-то, так сказать, познавать дальше, необходимо свой инструмент постоянно улучшать, увеличивать. Его можно количественно увеличивать, больше запоминать, больше знать. Но, в принципе, даже прочитав, как всю энциклопедию, все книги, наверное, только зная эти книги, вряд ли можно составить какой-нибудь талантливый, если нету что-то большего, роман и так далее. Это как... есть так называемый феномен или эксперимент, что если посадить обезьяну в напечатающей машинке, и она будет миллиарды лет просто так долбить по клавишам, то когда-нибудь она напечатает какой-нибудь роман. Что-то типа этого получается. То есть нам необходимо, получается, работать своим сознанием, чтобы получить его не в том виде, в котором мы находимся, а в неком другом. То есть минимум — это излечь из себя логическое мышление. Это не означает, что мы должны от него отказаться, потому что принцип матрёшки, он существует везде. То есть мы переходим на некий другой уровень, уровень, который был до этого, он включается уже во всё остальное. То есть принцип соответствия версий. Там USB 3.0, он поддерживает USB 2.0. Но он уже не главный. Если мы выходим из логического мышления, то есть оно для нас не становится главным, мы переходим через ассоциативные мышления, переходим постепенно к границе, к интуитивному сознанию, там, где у нас, для нас, по крайней мере, совсем непонятно, как мы находим там информацию. Потому что если там бесконечно много, то тогда такие понятия, как время, координаты, нахождение, событийность последовательная, оно уже не укладывается в нашей голове, как её можно применить на то, что мы знаем. Но, как бы это сказать, у нас есть туда один путь. Это путь сознания нашего. Это путь, путь как можно большей работы с нашим сознанием, путь определения нашего инструмента кардинально нового, кардинально другого типа. Ну и, в принципе, практики такого рода есть, где мы опираемся. То есть, как это получается? Достаточно просто. Инструмент — это сознание. То есть, мы потихонечку идём, как сказать, улучшаем кардинально, ну, с какими-то шагами, вроде бы маленькими, кажется, ну, в принципе, даже маленький шаг по преобразованию сознания, он даёт огромную новую картину мира, более красочную, даже более полную, более универсальную, что ли. И так потихонечку, понемногу мы идём по этой дороге. Ну и такой путь существует, такой путь существует. Таким путём можно добиться, даже в течение, как это говорится, по-моему, в Закчене говорится, что можно обрести, так сказать, не нирвана, выйти из сансары за одну жизнь. Но для этого необходимо работать своим собственным сознанием, выходить из логического мышления. Это самое первое. Какие практики могут быть в этом? Какие практические упражнения или практические дела могут нам в этом помочь? Ну, первое, самое важное, это работа над собой, конечно же. Работа с ограничениями. То есть мы благодаря нашему логическому мышлению, благодаря пониманию конечности мира, то есть пониманию времени, как текущего процесса, представь себе, мы сами себя этим линейным временем ограничиваем. Вот у нас есть время линейное, значит, трехмерное у нас вокруг пространства, даже если мы там, не знаю, четырехмерное, освоила, пятимерное, десяти, хоть миллион, там будет бесконечности мерное, у нас время все равно ограничено, как еще одна координата, ограничивающая наше движение. Наверное, ограничивающее движение не вот, как бы сказать, не механистическое, а ограничивающее движение нашего сознания. Время — это как раз категория, которая определяется нашим сознанием и является, по идее, базовой для всех остальных, поскольку на сознании Сиртица. Если кто-то, может быть, в курсе информации про американский эксперимент «Звездные врата», то там есть всяческие информации или сказки про посылку экспедиций и на Марс, и еще куда-то, и во времени, так сказать, куда-то, так сказать, отправляли даже людей. Главным был все-таки оператор. Оператор с особым типом сознания, который мог вместе с техникой, техникой в большей степени силовой, управлял этой техникой и добивались они, судя по записям, судя по некоторым дошедшей информации, добивались каких-то результатов по работе со временем. То есть все у нас дело лежит в сознании, в сознательной деятельности. Ну, в принципе, можно попробовать начинать с самого простого. с воспитанием, наверное, или с выделыванием нашим выделыванием или преобразованием в нашем сознании понимания событийности, как происходящее или как находящееся в постоянном здесь и сейчас. Вот мы практику такую, по-моему, на одном из эфиров проводили. Ну, в принципе, можно после вопросов еще раз ее провести. Ну, что еще можно сказать про сами практики, как это достигается? Ну, давайте, может быть, после вопросов тогда продолжим. Давай, после вопросов можем продолжить. Ты считаешь, вот, так скажем, практики, они необходимы человеку для того, чтобы поймать какое-то ощущение, закрепить его? Или достаточно, может быть, жить, как живешь, без всяких практик? Ну, ведь самое-то интересное, что жить, как живешь, наоборот, это нужно, это жить, как живешь, только вопрос, как? Чем прозрачнее ты по отношению к жизни, твое сознание, твое истинное я, чем больше выражается, тем лучше. И вот как бы это все-таки сказать, наверное, каждый чувствует некий такой зол, почему идут развиваться, почему смотрят на звезды, люди. Потому что ощущают свою некую другую суть, которая внутри, изначальная. Эта изначальная суть как раз является вне, она, как сказать, вне том времени, в котором мы находимся. И вот такая тоска, она появляется. Поэтому можно без практик собственно жить в таком не в линейном времени запросто. Ну, а что, скажем так, отличает человека, который в этих практиках себя опробовал, закрепил, что-то почувствовал, проработал от человека, который живет как все? Ну, давайте так. Первое, это отсутствие отсутствие неэффективных плохое слово, конечно, плохих тоже плохо сказать, но отсутствие вовлечений в ненужное. Это первое. Ну, например, смотрите, вот если мы собираем, ощущаем все наше будущее, будущее, пока не будем так говорить, все наше прошлое здесь сейчас в себе, в своем сердце, то нам не надо отвлекаться куда-то вдаль, потому что вся жизнь наша с нами. Возникает и некое понимание, что такое жизнь, возникает понимание ответственности перед жизнью, перед остальными. Мы начинаем в себе чувствовать человека, а не часть какой-то матрицы, которой, значит, мы существуем, являемся частью этой матрицы, где-то мы раздались, отдались. Восстанавливаем свою целостность как таковую. Вот что позволяет практике внеременности делать. Плюс еще, конечно, видеть события, которые происходят вокруг, не изнутри, как часть этого события, как часть большого механизма или как микроб на большом механизме, даже так это выглядит, а видеть его целиком, как оно происходит. Если, говорить, простых совершенно, простая, так сказать, эффективность вообще такого рода жизни, даже образа жизни, ну, конечно же, принятие решения. Принятие решения можно идти за какими-то событиями, за своими логическими выводами, за какими-то знаниями, стереотипами, которые существуют, либо видеть целиком все события, видеть его, где-то, может быть, иметь возможность воздействовать, а где-то, наоборот, видеть мудрость того или иного события, его нужность, необходимость, и уже, естественно, меньше страдать по поводу, что это произойдет, не произойдет и так далее. То есть, это взгляд на себя, взгляд на окружающие, более взрослый. Ну что ж, хорошо, давай тогда прервемся на музыкальную паузу. Заодно сделаю объявление следующего характера. Только что пришло сообщение, что Андрей Шадров и Татьяна Шадровы награждены дипломом за первое место в Всероссийском медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь». Написано в дипломе следующее. Семейный дуэт Андрея и Татьяна Шадрова «Город Пущино». Творческая работа «Матушка Егиня» по номинации «Лучшая песня» на тему будущего моего года. Так что вот люди, которые известны, чьи песни часто звучат и у нас на радио, и на других радио, которые интересуются нашей древностью, получили, на мой взгляд, заслуженную награду. С чем я их поздравляю? А раз так, то в этом случае я воспользуюсь этой приятной новостью, тем, что я лицезрею фотографию этого диплома и включу музыку в их исполнение. И так звучат Андрей и Татьяна Шадровы, «Матушка Егиня». Слушаем. Четыре минутки у нас есть. Наслаждаемся. А потом уже перейдем к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 11 января 2017 года среда, по одному из старинных 31 день месяца белого сияния покоя мира 7525 лета седьмица. Напоминаю, что сегодня должен был быть эфир СССР единственной объективной реальности Андрей Геннадьевич Злоказов, автор соведущий, но пришло сообщение, что Андрей Геннадьевич был арестован и в связи с этим эфир с ним отменен. И на выручку нам пришел Владимир Анатольевич Лукашенко и мы сейчас разговариваем на тему практики вневременности. Вот еще было объявление о том, что наши хорошие, я уж не повысит слово, знакомые заочно друзья Андрея и Татьяна Шадрова получили диплом за первое место во Всероссийском медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь» за творческую работу «Матушка Егиня». Песня «Матушка Егиня» звучала только что. Еще раз поздравляю в чате тоже здесь похожие сообщения о том, что очень здорово, классно. Кто-то даже прислал ссылку на видеоролик и порадовались все вместе, сказали, что замечательный видеоряд, замечательная песня. Ну, а теперь мы переходим к вопросам от наших радиослушателей, которые в чате Народного Славянского Радио уже успели собраться. Напоминаю, вопросы мы всегда принимаем из чата Народного Славянского Радио славомир.орг пока такой сайт, пока старый чат и войти на него просто, набирать в любом поисковике Народное Славянское Радио, попадаете на наш сайт, ищите слово чат. Дальше, если еще не зарегистрированы, логин и пароль себе простенький придумывайте, указывайте ответный e-mail для того, чтобы вам пришло сообщение о том, что вы в чате. Напоминаю, что чат старый, некоторые он e-mail и не понимают, где там какие-то пробелы, подчеркивания, точки дополнительные внутри самого имени есть. Поэтому попроще в этом случае придумывайте, если вдруг вас не пропускают. И все, после этого вы уже, как зарегистрированные пользователи, можете всегда в любой момент заходить и пользоваться такой привилегией, если это можно сказать, задавать вопросы в живой эфир. И вот такой вопрос мы как раз читаем от Антона. Доброго здравия, видел ли ты книгу «Жизнь, свободная от игр» Карпмана? Разве она стоит того, чтобы прервать общение с человеком? Благодарю. Ну, для начала, если и видел, то не помню. Значит, не осталось, что говорить. Если помню, то не скажу. Да, осталось так сказать. Не, ну, я могу сказать одно. На этот вопрос сказать очень... Сразу можно сказать, ничего не стоит, чтобы прервать общение с человеком. Вообще с человеком, с любым. Человек сам создается только благодаря людям. Представьте себе, если человек будет один. Хорошо, если он вышел с какого-то сообщества. У него в голове будут вечно, так сказать, ползать мысли, остаточные от этого вовлечения своего ума в совопросничество, в работу с другими, в общение с другими, в дела с другими. Ну, а если этого нет, вот возьмите Маули. У него же ничего нет. То есть, человек возвращаться будет в природу. Поэтому, не знаю, книга вряд ли стоит, чтобы прервать общение с человеком, как таковым. С любым человеком. Ну, человек с человеком, если мы говорим про общение между людьми. Я просто представляю, почему этот вопрос возник, потому что, видимо, возникла какая-то недоговоренность у Антона со своей любимой девушкой. И вот, скорее всего, книга эта повлияла. И поэтому он ищет варианты, а как вернуть отношения. Видимо, там что-то произошло между ними. Вот эта книга, она таким разделяющим рубежом стала между ними. И вот давай последний. Догадался, да. Догадался про девушку. Но я, честно говоря, прервать общение. Общение прервать не надо никогда. Если ты прерваешь общение, ты прерваешь себя. Даже если человек не согласен с тобой. Ну, может быть, общение само прервётся само по себе. Но зачем прервать его специально? Как быть? Как быть? Что делать? Да. Как быть? А вот по-настоящему если человек, там есть девушка, есть любимый человек, по-настоящему любить. Это не значит, что любить только то, что тебе нравится. Любить как некую собственность. Потому что любовь, она имеет много границ, градаций. Самое первое, простое, это стяжательство, притяжение, желание, чтобы это было твоим, входило в твой круг интересов, в твою жизнь входило. А максимально это просто радость, что человек есть, что он с тобой всё равно так иначе единый, что он есть, что он счастлив. Вот это вот настоящая любовь. А если есть то, то есть протяжение от единичности, когда вот ты рассматриваешь себя как точку, которая должна притянуть другую точку, и другой край это соединение во всей бесконечности своих свойств, если мы сумеем это объединить, вот это и есть настоящая любовь. Ну вот он написал, вот она и прервала, а мне туго. Но недопоняли друг друга. Ну не знаю. Оттого и туго, да? Личные какие-то вещи. Конечно, многое действительно бывает так в жизни, когда люди если идут одной скоростью в своём понимании жизни, потому что человек всё равно, человек это не сущность, не суть, человек всегда является процессом. То есть человек это процесс, процесс познания себя, познания мира. Если он остановится, ну, может за табуреткой стать столом, то человеком он не станет. И как только человек понимает себя полностью, ему нет смысла быть здесь, в этом мире, человеком или кем-то ещё, может, кем-то ещё станет дальше идти. Вот как-то это тоже отличает наше существование от существования природных, природы, которая есть на планете, поскольку природа циклична, она возвращается на круги свои, идёт дальше, может быть, немножко в другом смысле, в другом ракурсе, но она идёт циклами. А у человека есть, у него в голове линия, поскольку как только он перестанет думать линейно, он уходит из этого мира. Я думаю, что здесь, наверное, надо подойти проще к этому вопросу Антону. Если книга несёт разрушение какое-то, на твой взгляд, это одно. Если это просто какой-то интерес, и девушке это интересно, надо разобраться, а почему это интересно. Может быть, ты что-то не додаёшь своему близкому человеку от себя, может быть, она просто в тебе это не находит, а потому на стране ищет. И тогда, если она вредная, то в этом случае человек, который интересует что-то вредным, ну, может быть, ты был прав, может быть, какие-то такие действия твои, они были правильны. Если же, ну, здесь я дальше не беру разбираться, здесь нужно более тонко подходить к этому вопросу. Если же по каким-то причинам ты не додал что-то, разберись в себе, сделай себя лучше, стань интереснее. В этом случае тогда никакие книжки твоей второй половины будут не нужды. Ты будешь её самой любимой книгой, ты будешь её самый любимый спектакль, её самая любимая подруга, там, друг, то есть товарищ, брат, так и родня. В общем, ты заменишь всё в этом мире и будешь солнцем для неё, луной и звёздами. Поэтому увеличивай объём называется. увеличивай объём, работай над собой, то, что называется. Всё будет хорошо. Главное, было бы желание, придут тебе и знания. За это вам ручается. Ручается, да. Журнал хочу всё знать. Итак, Солнце, вопрос в эфир. Владимир, здравия. Что такое свёртка времени? Как она связана с материей? Что такое, на твой взгляд, петля времени? Ну, свёртка времени, если она говорит о практике, которую мы проходим, просто называется свёртка времени, то это просто название. Название чисто техническое. Чисто технической медитативной техники, которая позволяет нам в своём сознании объединять все эмоциональные формы, события, которые были, убирать из прошлого и оставлять здесь, сейчас. Очень действенная практика, которая увеличит твою энергетику, просто, так сказать, в разы. И самое важное, особенно у тех, кто занимается практиками, не просто, так сказать, пришёл со стороны, хотя тоже, кстати, тоже очень хорошие результаты получаются. Самое главное, что приводит к успокоению и, особенно в таких случаях, когда какое-то действительно горе, потери совершились, и вечно мы, так сказать, думаем о своих близких, ушедших. А когда такую практику проходишь, что они постоянно находятся, все эти события, хорошие, плохие, с нами здесь и сейчас, не где-то вдали, давно, где-то далеко, а здесь и сейчас. Мы начинаем понимать, что всё это, вот это удаление во времени, где-то было что-то, это наши все выдумки. Всё находится с нами, мы находимся с нами, вся жизнь находится здесь, сейчас. Даже можно сделать такой опыт, очень интересный, представить свою жизнь телом, ещё одним твоей мерностью, ещё одним твоим телом. То есть практически неизвестностью, которая будет потом, и нечто, которое мы полузабыли и что-то помним, кусками из того, что было с нами. А это наше тело. Куда обращаем внимание, там мы и находимся. Мы здесь сейчас, и если мы с помощью этой практики начинаем понимать и тело нашей жизни, то есть его ощущаем, то, ну, как показывает ещё практический результат, эта энергетика, она повышается в разы человека. И здоровье улучшается, естественно, и настроение, и так далее. Это что касается, если это свёртка всё-таки времени, то, что мы говорили. А петля времени, ну, ой, давайте не будем говорить о том, о том, что невозможно, так сказать, рассказать в данном таком эфире. Для этого нужно иметь, чтобы правильно как-то выразить, нужно, наверное, какую-то подготовку иметь, потому что так-то, если время у нас субъективное, то петля времени, ну, представьте, петля логического мышления, сознания. Что это такое? Наверное, это всё-таки полусумасшествие какое-то. А вот что касается практик больших, вот здесь вот говорится, что как так, там, значит, кто-то во времени уходит в прошлое, или кто-то в будущее, петли времени складываются. Ну, это тоже, наверное, нужно отдельно говорить, либо вообще не говорить. Поэтому про петлю времени я пока не буду рассказывать. Я с тобой, знаешь, в чём солидарен? солидарен в том, что не надо никогда пытаться получить ответ только с точки зрения интереса. Интереса, который в реальной жизни человек со своим уровнем подготовки не сможет применить в жизни. У нас очень часто на сегодняшний момент появилось очень много говорящих голов, которые рассказывают интереснейшие вещи. Им задают множество вопросов на разные темы. Они с радостью отвечают. Отвечают часами. Вот могут днями сидеть отвечать, 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 отвечать. Но давайте теперь посмотрим, что из этого происходит. Я, в общем-то, не против того, чтобы как можно больше людям давать информацию. Я за это. Но только информация и рознь. Точно так же, как не все йогурты полезны, как не все кошки серы. Если мы просто говорим о чём-то, что человеку никогда по своей природе бытия, находясь в человеческом теле и даже занимаясь какими-то практиками, невозможно познать. Вопрос, зачем об этом говорить? Зачем рассуждать о том, что невозможно каким-то образом изменить? Вот когда вы перейдёте в другой уровень, когда эту одежонку вы сбросите, на другой уровень перейдёте, вернёте свои родные, вас спросят, ну что тут делали? Вам и так это всё откроется. Вот эти все вопросы, а что там, что такое чёрная дыра, как её управлять или как через неё проходить, или что такое солнце и так далее. Или как там с Нуснубрики на Альфа Центавра что-то завтракают и чем они там чавкают. Вы это и так всё будете там знать. Для вас не будет никаких преград. И там вы это, может быть, ещё как-то примените, но здесь применить вы это не сможете. Поэтому я считаю, что вот такие очень умные, а именно это умные, идущие от ума разговоры и беседы, это отнимание время и вот в сторону людей, которые хотят послушать какие-то рассказы, какие-то сказки, как малые дети. тем самым они тратят драгоценнейшее отведённое время им жизни, именно как малые дети, не понимая, что вот время, оно очень самое драгоценное, что сейчас у нас есть. Именно в нём, вот мы про него сейчас говорим, вот это, вне времённости и так далее, да, а ведь вне времённость мы должны понять во времени, чтобы в него прийти, чтобы как-то там начать что-то делать и практиковать. Так вот, когда вас часами занимают байками и разговорами, то мы нарушаем знаменитую русскую пословицу, что только час потехи, а всё остальное это время делу. И вы тратите это время, тратите свою жизнь, а те, кто вам с радостью это рассказывает, превращаются в тех, кто отнимает, кто занимает ваше время, тратит его на себя, отнимает у вас энергию и в конечном итоге жизнь вашу присваивает. То есть они и себе делают медвежью услугу, потому что называется воровство, и умничество, а за это по головке не гладят. И в то же время вас они сбивают под толыку, вас они уволят в сторону и вас превращают в малых детей, беспомощных, которые не могут осознать ценность времени, не могут познать этот мир целиком, а всё время обращаются к какому-то очередному гуру за какими-то своими маленькими детскими вопросами. Вот как-то так. Сколько ж мы времени отняли? В общем, да, но иногда приходится, чтобы потом не тратить время зря. Итак, переходим к следующему вопросу. Вопрос эфира от Владимира Заметича. Здравия, Владимир, если взять ящик гвоздей и пойти в поликлинику на приём к хирургу, то получится гвозди хирургический континиум. И если повезёт, то дурдома гвозди хирургический контилиум. Вопрос у меня такой. Почему на свободе разгуливают пациенты дурдома и учат людей теории пространственного временного континиума? Спасибо. Ну, я за всю Одессу-то говорить не могу, правда? Ну, много таких, наверное. Одесса очень велика. Здесь очень интересное зерно есть. Вроде смешно, а в то же время что такое континиум, это отдельно можно поговорить. Континиум это, как лучше выразить, это форма бесконечности, которая относится к идее непрерывности целостности объектов. В смысле бесконечного возможности разделения этих объектов на основные части. То есть мы стоим, можем разделять, 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 но это будет целое. То есть это философское понятие, такое серьезное достаточно, поэтому оно как-то здесь в таком популярном виде описано. Но смысл очень интересен другому. Вот мы, так сказать, придумали мерности, да, вверх, вниз, влево, право, назад, вперед. Еще время добавили. Вот это пространство или иной континум. А ведь мы в виде математики, кстати, совершенно все равно, что обозначать, как ортогональные, то есть не пересекающиеся друг с другом понятия. Что такое ортогональные? это помножение помножение векторов склярное даст ноль. То есть получается, что у нас они друг друга не могут друг на друга влиять. Тогда попробуем мы сделать другие координаты. Например, координат запаха, координат света, где ярче, где темнее, это тоже координаты, координаты тактильности, где тверже, где мягче. И можем в этих координатах точно так же описать, как в гвозде хирургический континум, а, наверное, все-таки систему координат, так и дурдома гвозде хирургический континум можем сделать. Ну и что касается пациентов, которых учат людей пространство временному континуму, ну таких же нету. Ну кто вот учит? Только там пару ученых описали это все и потом мы прочитали в школах. Так что спасибо за вопрос, который дает возможность нам представить новые системы координат, наверное, не континуму. Вот. И за возможность сказать, что такое континум по-настоящему. Вот. Замечательно. Идем дальше. Вопрос в эфир. Если у меня часто возникает чувство повтора событий, то есть дежавю, где я ошибаюсь, что к повторному проживанию событий ведет? Что к повторному проживанию событий ведет? Как-то вопрос здесь длинный, непонятно, где ударение. Иной раз как в цикле себя ощущаю? Вполне нормальные ощущения. В смысле не то, чтобы нормальные, а очень часто встречающиеся. Немножко отвлекусь, скажу по практике, опять же, только практике своей жизни. Очень часто замечаю, что те или иные люди или события приходят с другой стороны, с другими свойствами, приходят через какое-то время снова. То есть наш мир вокруг нас не такой уж большой. Могут те же люди или события прийти к нам еще раз совсем другими вводными, на основании которых мы будем делать другие выводы. То есть вроде как зачем тратиться на материал, если можем на том же материале поучиться. То есть взяли какую-то бумажку лакмусу и с одной стороны поокунали, подложили, а другая сторона осталась, за которую держали. Значит можно еще раз израсходовать. Поэтому ничего в этом страшного нет, надо наверное просто задуматься, сесть и задуматься, почему это возникает, рассмотреть эти ситуации, в которые попадаешь, и попытаться это сделать совсем с неожиданной стороны. Кстати, как раз и практика одной из упражнений, ну достаточно, ну это не разовое упражнение, все-таки это целая система, это практика коанов. Коан это, я помню, тоже говорил на эфирах, это загадка или вопрос, который невозможно ответить в логическом русле, в русле нашего плоского сознания. То есть надо приподняться другую, но я с точки зрения мерности, еще раз говорю, мерность может быть любая, у нас хоть там в бабочках мерятся, хоть в гвоздях, чем угодно. Только для этого я говорю, что нечто в другой системе измерения, которая у нас тоже так же инвариантна, подняться и только там определить ответ на этот вопрос, который для нас, для, в общем, логического мышления покажется просто какой-то ерундой. Вот такой, который пишет Владимир, тезка из Матич, любит он вопросы мне задавать, я тоже его очень люблю. А вот что касается возникает чувства повтора событий, связи с логическим мышлением. Вот смотрите, что сделать, этого сразу можно рассудить как практика, практика, которая здорово поможет разобраться со своими мыслями и не только с мыслями, но получается и событиями. Кто очень сильно прикреплен к своему логическому мышлению, вот так и получается, что мысли влекут за собой события повторяющиеся. Спокойненько сели за написание, то есть за тетрадочку с ручкой и попытайтесь записывать свои мысли какими-то одним словом, двумя выражениями каким-то там, думаю о том-то. Записали одну мысль, очертили кружочком, следующую мы записали и провели стрелочку между ними. То есть получается, мы действуем как наблюдатель за своими, за потоком своих мыслей, не вовлекаясь в них, мы просто на них смотрим. И если у вас такая же мысль появилась, которая есть уже на листочке, провели туда стрелочку, из одной мысли не могут две сразу выйти. Мы об этом говорили, что у нас поток идет последовательный, линейный. И вот посидев так, не знаю, минуты две-три, наверное, хватит, может быть, до пяти, и зарисовав листочек, можно увидеть ход своих мыслей. Если, ну, сначала, может быть, не очень получится, потом войдете в куст, получится это дело. Ну, это небольшая тренировка, нужно, потому что не так-то легко выловить суть, фрагментировать тот самый поток, который у вас мчится в голове. И можно увидеть, у некоторых такие целые лепесточки получаются, возврат к одной и той же мысли. Вроде бы нейтральный совершенно, но почему-то к одной и той же мысли. Либо там какой-то несколько лепестков, переход, еще какой-то такой цветочек, еще замечательная сама по себе практика, которая позволяет, во-первых, разобраться, что же все-таки волнует, иногда то, что на поверхности не лежит. И подумав об этом, поразмышляв, может быть, даже логически, не знаю, может быть, просто, так сказать, с этой мыслью заснул, где-то во сне что-то приснится, можно какое-то решение опознать в своей жизненной, жизненной, такое событийное, серьезное решение. Можно так попробовать. Ну, а в этом случае еще раз скажу, что если мы сильно логически мыслим, привязаны к своей логике, то у нас по событиям будем связаны с этими мыслями. То есть мы будем жестко прикрепляться к своей мыслительной деятельности и очень часто возвращаться на одну и ту же точку. Хорошо. Идем дальше. Итак, про джавю поговорили, и теперь наш любимчик Вадимир Азмытич. «Владимир, не возникает ли у тебя ощущения, что имеющихся под рукой трех измерений вполне достаточно для реализации задач тут, именно в этом месте, где оказался каждый? А вся муть, обильно удобренная словами про иные миры, измерения, время, событийность, четырехмерные кубы, конечность мира и так далее, это средства ухода или маскировки задач или целей жизни человека». Как-то это пересекается с тем, что как-то я солнцу отвечал. Что-то здесь, мне кажется, есть такое. Я бы сказал, что для меня недостаточно, для кого-то это достаточно вполне. Вот достаточно простой ответ. Потому что, во-первых, кто сказал, что всего у нас здесь три измерения, можно, как я сказал, добавить хоть пятьсотых и в этих измерениях находиться, а можно вообще в одном существовать. Вот в одном линейном существуешь, шоры надел и пошел. Это одно. И второе. Достаточно для реализации задач. Каких задач? Задача, вот вопрос стоит в этом слове. Это ключевое слово. Если задачи мы решаем простые, какие-то сидеть или отдать себя полностью, свою субъектность, себя человеческого отдать правилам, стереотипам, шаблонам, ну тогда задача, собственно говоря, будет простейшая. Сходить в магазин, заработать денег, купить себе айфон, еще что-нибудь. Вот эти задачи. Для этих задач не надо. Ни в коем случае. Это только помешает продумать про конечное миро, четырехмерные кубы. Айфон это трехмерный параллелепипед с укругленными углами. Он не четырехмерный, значит думать о четырехмерных кубе не нужно. Вот это так. Четырехмерный куб. Это звучит гордо. Сильно. Так, ну ладно, идем дальше. Евгений, реплика такая. Евгений, четыре восьмерки. Тема интересная, но затронуты фундаментальные только основы. Эта тема развивалась еще цивилизацией му, затем пифагорейцами. Ну, я не могу за цивилизацией му отвечать, поскольку источников научных не дошло. Что касается всяческого рода ченнелинговых контактейлингов, лингенов, контактов, да. Ну, ты еще поругайся, поругайся в эфире. Ну, да. Ну, как сказать ченнелинг? Ну, никак не скажешь. Не знаю, я вообще не знаю, что это слово означает. На русский язык сидит человек и говорит словами чужими какого-то там существа высшего или инопланетного. Ну, вопрос в том, то есть, это тоже, наверное, есть, какая-то информация это есть. Пифагорейцы вопрос времени ну, немножко по-другому рассматривали в этом отношении. Тема, она с одной стороны старая, с другой стороны каким-то образом она обходится. Может быть, это такого рода сложилось в классе, сначала классической физики, которая Ньютон считается собственно говоря, хотя не Ньютон, он главный в этой классической физике. Может быть, потом испортили совсем с помощью математических формул само понятие время. Философия сама на сегодняшний момент ну, какое-то развитие было. Наверное, все-таки в феминологии вот такая наука пыталась себя создать. Гурсилев создавал. Вот. И Гусерль. Гусерль, по-моему, так фамилия звучит. Но время как таковое очень серьезное свойство и свойство в большей степени сознания как-то все это обходилось. Обходили со всех сторон. Потому что как-то тяжело без времени жить. И это известно, почему. Я же не просто говорил про инструмент, про наше сознание как инструмент основной. Потому что наш инструмент в нашем мире с логическим мышлением, с мышлением и с пониманием времени линейного в виде линейности такой, он конечен. То есть он не то, что конечен, он ограничен. То есть мы существуем в ограничениях. И эти ограничения позволяют нам рисовать иерархии различные. То, что если есть одно, есть другое. Если есть один забор, то с забором кто-то есть. Как только мы вдруг говорим, что, ребят, а вот нет забора, вообще ничего нет, бесконечность там, то тут у нас возникает вопль дикий нашего эго, которое постоянно ищет алиби, ищет доказательства существования через поток мыслительный, через вовлечение мыслительного потока в окружающее. Потому что эго, как оно может определить себя, если ничего нет? Он определяет по отношению к чему-либо. И просто, так сказать, объединить в себе, в своём сознании, что может быть и конечное эго, и может быть бесконечное, так сказать, что-то, нечто, это достаточно тяжело. Даже с точки зрения религии, давайте возьмём, допустим, тот же дао, дао, если о нём уже говорить, то его уже нет. хоть как-то определять само по себе дао, то оно уже не является тем самым дао. Взять атмана абсолютного, то есть есть нечто, которое абсолютно бесконечно, и в общем, абсолютно это значит, что вообще в себя всё, что только мы знаем и не знаем, всё в себя включает. Или взять каких-то личностных богов, которым можно обращаться как, как сказать, лично и просить кого-то усмирить, кого-то убить и от кого-то защитить. То есть есть некая такая разница, и наша, к сожалению, сегодняшняя получается философия, особенно западная, оно тяготеет к ограничениям, к ограничениям, к заборам, к попыткам всё перевести на личностные отношения. Они, в принципе, нужны в этом мире, они в относительном мире без них и никуда. Здесь есть разделение, благодаря которым мы, собственно говоря, и живём, струбостраиваем нашу цивилизацию и становимся человеками здесь, в этом мире. Но просто, так сказать, жить в ограниченном мире это как-то маловато. Всё-таки есть нечто неограниченное, но оно, как только мы начинаем говорить, что вот мы здесь, тут живём, реальная жизнь наша, мы должны тут есть, питаться, тут ещё что-то делать, а вот нечто духовное, оно бесконечное, оно там. Это тоже получается нонсенс, потому что мы здесь, а оно там бесконечное. Оно, если бесконечное, оно включает и нас в себя, оно не может быть там, оно в нас, в самих. И вот обретение этого состояния, даже не знания, наверное, а состояния внутреннего содержания и конечного своего существования здесь, сейчас, и там, в смысле, не там, сам сказал там, да, и бесконечного состояния в себе, это и есть, наверное, основа, к которой мы идём каждый. Но чтобы обрести такую недвойственность внутри себя, термином Закчена заговорил, необходимо выйти из линейного времени. Оно само по себе, как, даже возьмём, куб этот, трёхмерный, не надо четырёхмерный брать, ведь в него в то же самое входят и точки, и линии, и плоскости. Никуда они не уходят, они не исчезают, только они становятся частью этого куба. Так и мы являемся частью бесконечного. Но вот наши мозги пока находятся на уровне линии, линейного мышления. Поэтому больше, чем линейное мышление, они в себя не впитывают. Перейти, линейное мышление тоже будет, то есть мы сумасшедшими не станем, мы не станем этими. Кто-то, так сказать, слишком быстро пошёл, тот, наверное, и в нашей жизни становится таким. Я не знаю, как называется этот вид, когда то одно мысль придёт в голову, потом, значит, он чувствует себя в другом состоянии. Это нарушение, конечно. А чтобы без этих нарушений стать целостным существом, который в себе ощущает состояние человека, в теле, здесь, сейчас, со всеми функциями, с вовлечением, с омрачением, чем угодно, и одновременно осуществляет в себе бесконечность Бога, это то самое, к чему мы идём. Но для этого, как я сказал, нужно выйти из линейного времени, выйти во вне временности. Хорошо. Кстати, когда я говорил про вот эти вот умности, я не имел в виду тебя. Почему? Потому что здесь тоже начали писать, что типа вот ты там. Не это совсем имел в виду, потому что ты даёшь практики. Практики, которые позволяют развиться человеку. И даже когда ты употребляешь какие-то термины или говоришь о чём-то высоком, ты всё равно подводишь человека к развитию. То есть это инструментарий твой. А не просто рассказал что-то, ушами все похлопали, глазками потопали, не разбежались. И потом дальше бегут тебя слушать как какого-то гура. Я хочу даже, да-да, не надо ни в коем случае гур. Я хочу сказать, прошу прощения, чтобы прерывал, что действительно практики, мало того, именно сейчас идут два подряд курса, один по вебинарной. Тяжеловато по вебинару, конечно, это давать. Но очень много замечательных людей, которые имеют соответствующую подготовку духовную и так далее. И идёт уже скоро будет, наверное, в мае год. Курс практики вневременности очный в Питере. Я бы сказал, просто изумительные результаты, люди замечательные. Ну, я лично в восторге. Вот, поэтому я всегда говорю вот такие слова в сторону тех, которые рассказывают просто бают, бают. Даже не сказывают, а бают. то есть слушать приятно, язык подвешен. Изумительно человек говорит, но когда доходит дело, а как это всё в жизни применить, то вот тут полная пустота, отсутствие вообще всего. И таких людей, говорящих голов, я говорю, появляется каждый вот день, как навал как будто идёт, всё больше, больше, больше. То ли научились люди говорить, то ли наслушались и переполнение, котелок всё варит, варит, и кашка уже лезет наружу. И получается, что просто информации заваливают. А люди уже привыкли смотреть телевизор. То есть безрассудно воспринимать всё, что на них льётся. Вот о чём я говорю. Будьте осторожны, друзья мои. Постерегайтесь, потому что время-то уходит, а вы ничего не получаете. Вы пришли сюда для того, чтобы получить, проверить, испытать, как-то это всё дело в жизни, сконцентрировать, что-то сделать, в конце концов. И когда ваша игра здесь закончится, вы должны после себя оставить что-то положительное, чтобы потом, когда если вдруг вам придётся стать последователем себя же самого, то есть родиться в своём роду или в соседнем роду, чтобы вы ваши же наработки получили с хорошей точки зрения, а не пустышку. Вот о чём идёт речь. А кому-то сюда придётся возвращаться, так или иначе. И на своей шкурке испытать все те благости, в прямом смысле, или в кавычках, которые вы же сами здесь и себе и наработали. Вот это необходимо помнить. Поэтому не тратьте время на пустоту. Не задавайте глупые вопросы. Задавайте вопросы те, которые вам необходимы в жизни, для чего-то очень важного и полезного. Славе, вопрос в эфир от Юрия. Владимир, по твоему мнению, какой процент человечества находится на уровне дебилизма? Вот так вот. Ну, просто ноль. Нет никого в дебилизме. Это, как сказать, когда мы начинаем оценивать, сравнивать с другими, у нас начинаются вот эти все проценты, всё на свете. Люди, все, это часть единого. И проявлены здесь сейчас по-разному. Ну, разное, как сказать, движение, разное развитие каждого человека. Все даже здесь должны быть одинаковыми. Такого не может быть. У нас как раз и есть право выбора, и всё замечательно в своём различии как таковом. И даже те же самые омрачения, вовлечения, они же выстраивают эту жизнь, которая есть в том самом континууме, который так Владимир любит. Потому что, если должно быть непрерывным, должно всё заполняться. Всё, что заполняет, рождает пространство. Кстати, нет форм сами по себе. То есть, нет пространства самого по себе. Оно состоит из форм. Форма добавляется, значит, пространство у нас растёт. Так вот, каждый из нас представляет собой изначальное совершенство. Изначальное совершенство. Его просто познать в себе очень трудно. Вот как раз вроде бы как, может быть, не очень понятные практики вневременности. они помогают нам познать в себе именно изначальное совершенство, потому что пока мы существуем в линейном времени в своём смысловых потоках, мы не видим, мы ничего не видим, кроме своих мыслей, кроме своих о чём-то, о чём-то, таком, другом, третьем, десятом. А что касается дебилизма, попробуйте обходиться безоценочности по отношению к другим. первое, это никто не знает из нас, кто вокруг нас существует. Может быть, какой-то самый последний нищий бомж является просвещенным Будду, святым по отношению к вам и по отношению к жизни. Бывает такое, наверное, в жизни. Сейчас, может быть, тяжелее с этим, наверное, потому что у нас нет таких общностей, как рабочей среды, ещё какой-то. Все у нас очень искусственные такие, все менеджеры и так далее. Я просто помню, как я учился мудрости так называемого рабочего класса. Тут там вышел отличник из школы, экстерном заканчивался, великий такой. И вот не поступил я первый год. И для меня это был самый великий год моей жизни, пока я в институт не поступил. Столько мудрости, столько открытости и настоящего. То есть люди могут казаться дебилами, плохими, хорошими. Самое главное, чтобы они были настоящими. Потому что судьба посылает людей, чтобы людей или сам себе людей посылаешь, открываешь, чтобы открыть себя же самого. Есть ещё такое понимание в том же буддизме, что все окружающие, во-первых, так сказать, говорится как. Бесконечное число рождений. Да, да. Наверняка в каждом каком-то из рождений человек, который тебя обидел, дебил, он был твоей матерью. Точно? Ну, если бесконечная, наверняка можно сказать, это математика. Так он-то и остался твоей матерью. Значит, он это свойство оставил приобретённой. Поэтому относись ко всем, как к своим матерям. Это первое. А второе, нет простых обид, нет простых дебилов вокруг тебя. То есть, если не вокруг тебя, дебил, не дебил, тебе всё равно, да? А если тебя они волнуют, значит, получается, кто-то рядом с тобой. просто кто-то, больше лучше, так сказать, совершенные существа, святые или Будды, или просветлённые или так далее, приходит в твоё окружение за счёт наработки дополнительных страданий, чтобы помочь тебе стать на путь свой, на путь к себе к собственному совершенству, своими действиями, поступками, чтобы ты посмотрел на это и каким-то образом изменил себя. Потому что изменил себя, то есть, я немножко продолжаю уже такую, у нас получается такая беседа. Потому что, что приходит, если мы отказываемся от линейного времени? Не сумасшествие приходит, не некие там маскировки задач цели человека. Приходит изменяемость. как только мы в процессе практики расширения своего, расширения сознания или приведения в норму своего сознания, потому что изменённое состояние сознания у нас сейчас, пока мы в линейном времени разложены, как вот, не знаю, как цыплёнок на табака, на тарелке, когда мы средотачиваемся в себе, когда мы убираем из головы линейное время, мы становимся, приобретаем, так лучше сказать, приобретаем свойства изменяемости. Это означает, что всё, что с нами происходит, это является следствием нашей изменяемости. И она зависит от нашего состояния, состояния всех наших качеств, проявленных в этот момент. Проявили мы совершенство, будем совершенными. И наша судьба теперь уже не становится линией, которая предназначена уже была, нашла из прошлого и куда-то в будущее дальше пошла прямо. она теперь зависит целиком полностью, какие мы есть. Вот мы стали действительно по-настоящему, познали любовь, стали открытыми, прозрачными. Значит, и жизнь перед нами открывается такая. Да, у нас, наверное, из жизни начнут уходить те люди, которые доставляли нам страдания. Или наоборот, которые, как мы казалось, шли рядом, но у них какая-то казалась своя дорога. Они сделали своё дело и пошли дальше. об этом не надо страдать. Наоборот, надо порадоваться за людей, которые идут, открывают себя. Ну, бывает, как вот девушка ушла, с книгой не согласились. Может быть, у вас просто разные дороги, вы пошли туда дальше. Таким образом, изменяемость позволяет нам на новую ступеньку, наверное, становиться по сравнению с тем сознанием, которое есть сейчас. Когда мы думаем о будущем, вот мы выстраиваем эту дорогу, а оно в нас самих. Как мы изменимся, какими мы станем, такое у нас и появится новое будущее. То есть, оно генерируется каждый момент, когда мы что-то в голове, в себе открываем. Вот как-то так. Хорошо. Хотя уже несколько раз отвечали. Вот ещё один вопрос от Солнца. Алексей, вот в твоей логике куда же мы можем применить практики вне времени? Ну, для чего они нам в жизни? Так вот, буквально до этого Владимир ответил, что такие практики нужны для того, чтобы человек немножечко тормознулся в своих эмоциях, переживаниях, отстранился от всего того, что его беспокоит, посмотрел на мир другими глазами, как бы со стороны, посмотрел на свои действия со стороны и немного изменил себя. То есть, это практические занятия. Вот если бы, например, ты задавал вопрос, или кто-то другой, или я, задал вопрос, а как там у киутянских хрюмзиков на правой ножке поживают коготки из трубардита какого-нибудь, и почему у него на десятой лапке вот этого нет, а вот это есть, и почему у него язычок торчит из другого места, и мне бы об этом рассказывали три часа, то это было бы отнятие времени, потому что это уводило бы и от реальности, и от занятия собой, и от чего угодно. И в жизни это ничего бы не дало. Поэтому ещё раз, буквально до этого за несколько минут я сказал, что есть люди, которые дают практики для того, чтобы свою жизнь здесь улучшить, а есть говорящие головы, которые отнимают время тем, что говорят с умным видом о тех вещах, которые никогда на этой земле не пригодятся, ни в осознании того, что происходит, ни в понимании того, что происходит, ни в понимании своего пути, куда двигаться, и так далее, и тому подобное. Вот что я имел в виду, и ещё раз я это уточнил. И в момент уточнения опять же получил такой же вопрос. Надеюсь, сейчас уже я уточнил окончательно, что это не относилось к Владимиру, и это не относится к его практикам. Поэтому вот я не считаю Владимира говорящей головой, хотя видел, как он говорит по вебинару, но говорящей головой не считаю. Это вполне живой человек, живым умом, который разбирается в некоторых вопросах и пытается поделиться с тем, что он разбирается. А не так просто, что лишь бы говорить как Краснобай и Баламут, как об этом пел Высоцкий. Думаю, этот вопрос закрыт. Ну, я отвечу на вопрос Солнца. Ну, вообще вопрос был мне, но отвечай, давай. Нет, вопрос не в эфир. Да, все. Значит, отвечу, какие практики, да? Я потихонечку подвожу к этому, потому что если бы я сказал бы, жизнь станет лучше, жизнь станет хорошо. Ну, это было действительно изговорящей головы. А потихоньку мы в процессе ответа вопрос у нас всплывает, а куда это девать? А зачем девать? Ну, вот давайте представим сейчас. вот я сказал же ситуацию, что мы растянуты, наша энергия, наше сознание растянуто прошлого, будущего. Мало того, что еще влево-вправо, там по телам растянуто, куда-то вверх мы смотрим, туда или не туда. Полная, так сказать, размазанность. Давайте мы соберем, вот мы в таких практиках собираем внимание свое и со всех уровней, в том числе с вот этого виртуального растяжения нас по времени. да, в этот момент мы не только бы просто, так сказать, убираем внимание, мы все в одну точку складываем. И нас самих, и нас, как нам кажется, существующих в прошлом, где-то там далеко. И в этот момент мы становимся в одном волоконе все. это означает, что мы можем себя увидеть, а увидеть это значит обратить внимание. Обратить внимание это что-то сделать. На то, что ты обращаешь внимание, то реализуется. Это квантовая физика. Есть наблюдатель, он посмотрел, возникла материя. Это тоже один из важнейших аспектов этих практик. Если ты себя реализуешься, то ты себя рассматриваешь, ты себя видишь, что с тобой делать. Не обязательно ты с самого начала начинаешь все это понимать. Потом приходит понимание. Идет бурное развитие сознания с точки зрения преобразования его. И, конечно же, идет очень серьезная работа с эго. Потому что, по-моему, в одном из эфиров было сказано, практики такие, они ваши там, твои, не это самое, они опасные. Я ответил очень просто, что для человека эгоистичный туда не попадает во вне времени куда-то еще. Это действительно так. Идет работа с эго серьезнейшая. А что это означает? Это означает, что если человек лезет с каким-то эгоистичным намерением, вот я сейчас выйду, буду управлять всем, буду туда-сюда, или я стану лучшим, или я такой великий буду помогать всем, потому что я великий, то это отражается на событийных делах, то есть какие-то начинают неприятности у человека появляться, совершенно четкие по отношению к его всем таким эгоистичным действиям. Ну, то есть тут можно даже не задумываться, почему происходят именно те или иные дела с ним. То есть мы еще и помогаем себе в этом отношении чистить себя со всех сторон, делать себя более прозрачным. Вот те самые блоки, а то, что там следующий вопрос, ну, может быть, получается, что наполовину отвечу, как я их понимаю. Так, давай сейчас я просто задам его. А, ну, хорошо. Вопрос эфир. Как лучше сломать блоки, мешающие раскрытию? Вот, смотря, как кто их понимает. Блоки, их, конечно же, можно не то, что ломать. Ломать не надо. Значит, если они есть, значит, они должны быть осмыслены. А осмыслить с какой стороны? Если я буду осмысливать со стороны своей конечной, ограниченной реализации, то я буду осмысливать всю жизнь, так и не осмысливать. Потому что я буду крутиться вокруг. А правильно ли это в соответствии с кодексом морали? А правильно это по отношению к кому-то, к директору или ещё к кому-то? А правильно по отношению к каким-нибудь духам, богам или ещё что-то такое? О конечных существах. Если же я воспринимаю эти блоки в себе и вот таким вот сосредоточенным сознанием, в которое я вывел за вовлечение своей временной линии, вывел за вовлечение из окружающего мира, ну, не значит, что совсем вывел. Это имеется в виду, что не придаю большое значение вот тем же каким-то незначащим моей судьбе делам. То, конечно же, у меня гораздо больше возможностей сознательной деятельности уже нелогического уровня, чтобы разобраться с этими блоками. То есть блоки-то даются для чего? Вообще, примитивно очень даются блоки. Вот только что я как раз об этом говорил. чтобы не выходить во вневременность, не выходить туда с непрозрачной душой. Просто-напросто. Потому что если человек себя осознаёт как поле целого вне линейного времени, а это гораздо большее, чем есть на самом деле, новые качества, совершенно новые возникают. Их надо тоже осознать каким-то образом. Но у него ещё есть много там тазиков вокруг привязанных и вёдер со всяким, которые он так и не хочет от них избавиться. То ему надо же всё-таки как это? Жить ещё надо как-то, так сказать. А то можно в полную депрессуку упасть или как-нибудь сказать, ой, там сплошные и у меня тёмные силы меня там дёргают, трогают. Хотя это, собственно говоря, это многократно усиленные свойства или результат деятельности, результат существования эгоизма как такового. Ну, для кого-то, кто любит слово карма или там ещё что-то такое, ну, вечно мы любим на кого-то воскладывать, возлагать какую-то ответственность. У меня карма такая была, поэтому мне плохо. Осознать то, что мы являемся частью, карма является частью нас и мы частью этой кармы, можно только выйти из линейного времени. Это так. Для тех, можно сказать, что во вне кармы такого не бывает просто. А вне кармы это значит быть прозрачным по отношению к существующему здесь и к своему духовному. Это что означает? Очень просто. Мы вот сидим и говорим, вот я сейчас какой я светлый, какой я хороший, какой я вот этот блок проработал, это всё хорошо, а вот завтра мне на работу уйти, там мне нужно какие-то там сделки делать или что-то ещё, нужно кого-то обмануть, нужно вот, вот я вроде не хочу так там природу губить, но вот мне нужно там подписать или отправить там дрова рубить на какие-нибудь целлюлозы и так далее. То есть мы делим постоянно жизнь. Делим её и делим, ограничим. Мы здесь, она там. Ну вот и блоки возникают именно по этой причине. Если мы становимся прозрачными, то у нас уже это не делится, мы живём как есть. Ну а как есть, это самое, наверное, и лучшее. А как есть можно жить, ещё раз говорю, когда мы снимаем с себя ограничения. Ограничения можем снять с себя только когда мы снимаем с себя хомут линейного времени. Вот такая последовательность, она установлена опытом и каким-то знанием наших предыдущих поколений, потому что много существует практик, которые где-то напрямую говорят об этом, а где-то, ну так сказать, не очень открыто говорят об этом. Ну что же, я смотрю, вопросы, да, вопросы всё у нас вроде здесь закончились. Идут беседы в чате и по отношению опять ко мне, почему я именно кому не высказался, кто что имел в виду и так далее. Но это личные уже разговоры, я думаю, к нашему эфиру, вернее, к озвучиву в эфире, наверное, они не нужны. И что ж, теперь будем делать. Наверное, давай отбивочку я запущу и перейдём, может быть, к практике уже какой-нибудь. Или это что-то ещё хочешь сказать волшебное? Ну, нет, ну, во-первых, я хочу подытожить практики сразу, да, охота к практике. Ну, давайте всё-таки вот что скажем. Чтобы, наверное, какое-то резюме сложилось, есть несколько составляющих в этом пути. Ещё можно назвать это путём открытого сердца. Составляющие следующие, как я сказал. Первое — это преобразование инструмента понимания окружающего мира и себя. Без преобразования мы ничего не поймём. Второе — это постоянная жизнь в сердце. есть и практика, имеется в виду какие-то чисто, ну, не технические, а осознанные действия. Это медитативная практика. Но есть и осознанные действия. Это воззрение, поведение. Ну, то есть, в принципе, жить добре. Как ни странно, это самая сильная практика, которая только может быть, которая делает тебя гораздо быстрее, чем поклоны, инициации, медитации и так далее. Когда ты истинно, по-настоящему живёшь сердцем, живёшь в благе, в добре, живёшь на благо всех живых существ, то все вопросы, это как вот просто двери без ключей. Проходишь, открываешь достаточно быстро. Дальше, поскольку, значит, мы живём на планете Земля, которая имеет цикличное время, то, ну, и состоим мы, почти половина нашего тела состоит, тело или нашей сущности состоит из элементов Земли, то есть мы дети Земли, с одной, так сказать, какой-то частью, не большей, а может быть и большей, по крайней мере. Это отдельный, так сказать, разговор какой. То есть мы должны в этом отношении с нашей природой, если говорить механистическим языком, синхронизироваться, а если говорить простым языком, ну, просто восстановить свою связь, родительскую связь, что ли, поскольку всё-таки наша Земля — это мать, нашим в какой-то степени, нашего материального мира, нашего материального тела. А это не только синхронизация с природой, какие-то практики сами по себе, это тоже отношения, в первую очередь, с природой, сознательные отношения, плюс, естественно, упражнения, плюс медитативные практики, очень интересные, кстати, чрезвычайно интересные, когда входишь в сознание тех или иных животных, животного мира, начинаешь понимать по-другому, начинаешь понимать Землю, которая вокруг нас, природу, поскольку мы её, к сожалению, утеряли эту связь, серьёзно её утеряли, и практически превратились в пасынков Земли. Ну, как ещё можно сказать, если мы губим постоянно нашу планету, вроде как дети. Это, так сказать, направление ещё одно серьёзное. И к тому же наша Земля является держателем базового времени наших тел. То есть, если сознание мы можем каким-то образом раскрутить, как-то забрать в точку, и так далее, то тела у нас, они состоят из элементов природы. Стало быть, эти элементы природы, они имеют с собой структуру внутреннюю и отношение к Земле, к планете. Ну, и, конечно же, к первичному нашему источнику всей жизни в нашей системе это Солнце. Всё-таки Солнце, Ярила, оно наше самое главное в жизни утверждающей, в жизни созидающей сила энергии. И вообще, это главный генератор времени, базового времени в нашей Солнечной системе. Поэтому тоже надо не забывать. Смотрите, как интересно, сколько у нас есть такого рода интересных уровней. И, конечно же, в этой природе, когда мы научимся жить по природе, мы начинаем видеть, начинаем событийно видеть всё, начинаем видеть какие-то потоки, энергию и так далее. И начинаем учиться жить не против природы, а по природе. То есть, так ещё слово иностранное добавлю, серфингом заниматься по энергии. То, о чём говорил Тесла. Не надо нигде так это с каким-то напряжением добывать эти энергии, что-то там вкопать, рушить и так далее, если можно просто по-шерстке погладить и получить всё, что тебе необходимо. Вот эта практика серьёзная тоже нами проходится. Ну и практики внимательности. Без практики внимательности, к сожалению, это уже работа с сознанием, достаточно серьёзная. Просто так собрать всё в кучку, вытащить вовлечение из окружающего мира, из там, где и не нужно. Это тяжело, но это практически невозможно. И вовлечение у нас есть внутреннее, есть внешнее. Так вот, тоже одной из основных практик является образ жизни. То есть, восстановление своей субъектности, своей человечности, вывод мозгов, вывод ума, вывод наших увлечений, вовлечений из деструктивных, скажем так, из всех, может быть, не надо, даже где-то, может быть, оставить вовлечений матрицы и слои общественного сознания. То есть, мы порою находимся всем своим сознанием где-то далеко, где-то в каких-то там отношениях, сделках, в телевизоре, в компьютере, где-то еще в каких-то играх людей по поводу и без повода. С таким вовлечением, конечно, никаких практик невременности проходить нельзя. Вот такие составные части. Еще есть много разных составных частей, но основные, которые понятны становятся. Главное получается, что жить в сердце, жить во благо, это является основной практикой, на которую уже наворачивается все остальное. Вот так вот примерно. Вот пока ты рассказывал это все, появился еще один вопрос от Надежды Тишаковой. Здравия, помогите разобраться с блоком, или это как по-другому называется, начиная со школы. Приходится конфликтовать с одноклассниками, далее с некоторыми коллегами по труду. Причем, если с одним отношением налаживается, обязательно портится с другим членом коллектива. надоело уже это. Человек, я не конфликтный, но это меня преследует. Вопрос такой, очень серьезный. Серьезный, я полагаю, что если одноклассники, то тут человек не взрослый, наверное. Ну, я могу сказать, очень интересная была, сейчас слово одно только попадает в практика и практика, да? Практика студенческие годы. если не помню как назвали, называется игровой психовой игровой групповой психосинтез. Ну, наверное, в одноклассниках в школе наверное не буду я про это говорить. Ну, смысл вот в чем. Вот смотрите, Надежда, как получается, налаживаю отношения, то есть я прихожу, пытаюсь себя сделать, подстроить под тех, с кем налаживаю отношения, чтобы наши отношения были сбазированы на людях, с которыми налаживаю отношения. Другой кто-то, он не находится в этой базе этих людей, с которыми налаживаю отношения, поэтому другого это не устраивает. Если налаживать отношения с каждым, с точки зрения позиции этих людей, то, конечно же, найдется огромное количество людей, рядом находящихся, которые, будет что-то не так. Вот такую структуру получить, одному одно говорить, с другим по-другому уже с третьим третьим, четвертым и так далее, это не получится. Причем, наверное, есть эгоистичные какие-то друзья, подруги, которые говорят, мне не важно, как ты будешь налаживать с ними отношения, я хочу, чтобы ты был только со мной и разговаривал. Поэтому самое лучшее, может быть, кажется сначала тяжелым, а потом будет легким, будь сама собой. Не надо ни с кем налаживать отношения. Как они будут выстраиваться, узнаешь сама, потому что если ты сам собой себя нашел, нашла и такое выразила, постоянно выражаешь прозрачно всегда на окружающих, если ты человек добрый, отзывчивый, ты человек, который излучает, собственно говоря, позитив, то поверь, скоро в классе станешь самой главной, будут за советами приходить и так далее. Только нужно в себе держать это всегда. То есть в этом и сила, быть самим собой. Как только ты себя обнаруживаешь, эту силу невозможно никем, никому победить. В чем, наверное, и суть нашей страны, нашей Родины, что у нас как раз люди, которые могут в себе обнаружить себя. Потому что себя настоящего никто не может ни в конфликте. Конфликт может быть только от какого-то так он может быть, чуть-чуть побыть, что вот есть такое. Но баланс как получается? Если у тебя есть баланс большой, когда ты обнаружишь себя и уже не волнуешься, я такой, как есть, и такой буду настоящий, это баланс громаднейший. Любой несбалансированный, который входит в зону действия этого баланса, он балансируется. Это даже с любой такой даже и психической, энергетической стороны можно рассмотреть. Так что не бойся, найди себя, не свое эго, я такая красивая, хорошая, а не все плохие, ни в коем случае, а какой-то есть. Вот я есть такой, я буду сделать, как я хочу. Не то, что я хочу, как мое сердце требует. И все уложится. Мало того, это пригодится в будущем, это будет основой для очень хорошей, насыщенной, очень позитивной, счастливой жизни. Надежда написала, взрослые уже. Одноклассниками. Понравилось это ощущение, только в тему, взрослые уже. Ну, хорошо, коллегами по труду, если бы по работе сказал, а то по труду. Ну, взрослые, тем более. Тогда можно даже пожестче сказать, будь самим собой, нифига на кого смотреть. Никаких блоков нет. Когда ты сам, это внутри блок. Когда ты сам, ты выражаешь себя всегда. И легче тебе, и на душе, и на сердце, и энергии больше. И какой есть, такой есть. А зато с собой, ответственность-то какая возникает. Если я сам выражаю всегда в себя, значит, мне самому надо работать, чтобы у меня это было, чтобы не злость из меня выскакивала. Я выражаю через себя злость. Нет, это же не я. Значит, что-то есть во мне, какая-то злость. Почему она? Как она? Давай работать. Вот, опять же, реплики в мой адрес. А все никак, солнце не успокоится. Ну, бывает, бывает. Хорошо. Значит, не удержусь, Васильевич написал. Утром муж, наблюдая картину, как его, значит, как жена покрывает прическу лаком, вдруг голос говорит. Зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы бессмертны. Вот такие у нас интересные беседы в чате, так что, кто еще не с нами, тот имейте в виду, конечно, не против нас, ни в коем случае. Я не могу в чат смотреть. Да, но я комментирую, комментирую. Мне, во всяком случае, очень нравится наш чат, очень нравится наша беседа. Очень все здорово и хорошо. Но так все-таки мы с тобой перейдем к практике. И что для этого надо? Или ты опять что-то хочешь сказать? А, хочу. Ну-ка, давай, давай. А вот я хочу сказать как раз по теме славянского радио, да, не хочу выделять, вот как-то сегрегацию какую-то проводить, но, в принципе, смотрите, значит, есть такое действительно серьезное, так сказать, учение, действительно серьезное философское учение буддизм, есть вышедшее, пришедшее, вернее, пришедшее, наложившееся на буддизм Закчен, есть ведийские учения, но везде, так сказать, в Тибете говорится, что пришли с севера с этим учением. А если проанализировать составную часть, тут, конечно, никаких гвоздей, докторов и сумасшедших не хватит, чтобы как-то заполнить учение о сознании, учение о сознательной деятельности, о пустоте. То есть можно сказать, что некоторые постулаты, особенно в ведийских учениях, тоже в ведах, некоторые постулаты, они для современного человечества, по крайней мере, они запредельны. То есть получается так, что вот эта часть огромной Евразии, которая у нас здесь существует, когда-то имела, во-первых, содержала в себе, а содержать это учение, собственно говоря, без людей не бывает. А чтобы такого рода учения поддерживать многие годы, нужно очень достаточное количество сливок, элит, как угодно можно называть, людей, которые доступны были в самой сокровенной части этого учения. То есть можно сказать, что это учение процветало на территории, ну, наверное, так сказать, от Урала, восточнее туда, большое, Тартария, как называют, Тара, мать, Тара, тоже буддийская богиня, Ария, это просветленный, ну, почти Будда называется, Ария, Арии. Вот. То есть это учение было тогда, и это первое. И второе, что я хотел сказать, что оно для человечества земного запредельно. Ну, а выводы делайте сами. Очень часто ты употребляешь фразу «сделанная из праха», ну, и так далее. Да не только ты, многие люди употребляют. А я вот думаю, опять же, отталкиваясь с того, что только что произнёс, если мы говорим, что люди сделаны из праха, а это было написано в одной из библейских концепций, которая была взята из более древних вавилонских шумерских концепций, вот, и там, в общем-то, Адама как раз сделаны из глины, то есть, ну, из земли, это тоже близко из праха, то тогда, в общем-то, получается, что по тем концепциям людям знания высокие были запрещены. Там даже на это указывалось, что ни в коем мере не кушайте с дерева познания, то есть, пожалуйста, с бессмертием ешьте сколько хотите, живите вечно, то есть, как создан из праха для того, чтобы эту землю обрабатывать, вы нужны, а вот мудростью, чтобы стать равным нам, богам, вы не должны обладать. Если же мы идём по Дарвину, как-то обезьяны тоже не вкладываются сюда, потому что обезьяны имеют слишком короткий срок жизни, и они даже в библейскую концепцию не совсем влезают, там хотя бы первые представители жили достаточно долго, и они могли какого-то там маразму набраться, контактируя хотя бы с одним представителем от богов, Господом, которого называли. Если же мы берём ведическую какую-то основу, а тем более ведическую связанную с русскостью, то есть, то, что славяно-арийские называют, или русо-арийскими, или арии-русскими, там по-разному сейчас кто кому не лень, но дело не в этом, то там говорится о том, что были несколько направлений людей, появившихся здесь на земле. Были наследники богов, которые прибыли сюда и здесь расселились и землю облагораживали, и они имели все знания, как есть. Были те, которые здесь существовали как раз что-то похожее по Дарвину, с которыми потом проводились какие-то эксперименты, в том числе и генетические, связанные с пробирками, прахом и всем остальным. И, естественно, те, которые наследники богов, они существовали как боги, они содержали землю в порядке, были созданы искусственные существа, вот как раз о чем я сказал, в пробирках там, в лабораториях, где-то скрещивания, где-то какие-то еще эксперименты проводились. Поэтому кому как нравится, тот так выбирает. Но, на мой взгляд, те знания древние, непостижимые современным людям, непостижимым людям, отравленным современной цивилизацией, вот эти знания, они как-то, да, на самом деле, я тоже прихожу к такому же мнению, как ты сейчас сказал, как-то они в голову не лезут. Люди просто не понимают ни древнего наследия, ну, хотя бы, пускай не своего, если они считают это своим, но хотя бы того, что это могло быть. Их вообще даже не интересуют эти вопросы, их не интересует какое-то развитие, даже физическое развитие большинства людей сейчас не интересует, не то, что там душевное, духовное, какое-то еще. Разговоры о звездах сейчас людей перестали интересовать, хотя бы в Советском Союзе после войны о космосе был разговор, все хотели в космос полететь, до войны, все хотели пилотами стать какими-то там, этими, кто там у нас, в Арктику, там, полярниками, дрифовать, что-то добывать, геологи, ну, то есть, люди-созидатели, поисковики. Сейчас этого нет. Какие там высокие цивилизации, какие-то там размышления о чем-то великом, печалька. Вот то, что ты говоришь, ты мне прям с солью взял, прям в соломку все. В этих случаях я рекомендую послушать эфир славянского радио «Матрица слоев общественного сознания». Там все написано, все рассказано. Хорошо. Ну так что? Нет, действительно так, вот взять тот же Тибет. Там матрица тоже есть, куда денешься, но она практически не расслоившаяся. Натуральное хозяйство, все существуют рядом, а у нас сейчас уже куб такой растет, большой, со слоя на слоя не перескочишь. И мы отдали туда себя. Мы отдаем в цивилизацию свое субъектность, свое «я». Нам можно существовать в цивилизации, можно увлекаться, но не отдавать свое «я». А когда мы отдаем свое «я», то естественно, оно начинает, оно действует. Человеческое сознание, собственно говоря, действует, производит что-то, формы, производит в своем отношении формы. Оно осуществляет любые действия, а не тело. И даже тело, оно осуществляет сознание. Вот когда мы отдаем эту часть сознания в эту матрицу, она становится сама существом. Естественно, что не до этого становится. Естественно, что любое учение о том, что мы изначально совершенны, независимо от какой формы сделали нас, или мы приехали, или приплыли, мы все равно сознание, оно везде. Божество, оно везде существует. Но такое знание, оно вредно для матрицы. Да, потому матрица уже став эгрегориальной некой такой сущностью, которая разумная уже стала, она что-то принимает. Нет, разумная, хотя нет, умная, умная. Она там умеет чем-то управлять, она понимает, что она может быть разрушена, у нее какой-то даже свой страх появился, и она этот страх, как щупаль, значит, это фильм «Матрица», всех запустила. Ну, к примеру. Констинкт. Ну, а инстинкт все равно насчет выживания, значит, страх присутствует, она же боится помереть. И поэтому людям она говорит, не будете со мной, помрете, сукины дети, держитесь за меня. А сейчас я еще скажу одну вещь очень интересную, которую, ну, кто-то опровергнет, а кто-то задумается. Когда сознание познает неограниченность и каким-то образом все-таки начинает опознавать вневременность, то уже такому сознанию не страшны никакие ни эгрегоры, ни сглазы, навороты и повороты. Потому что сознание уже выходит из области ограничений как таковых. А эти все, так сказать, внутренние терки существуют только в ограниченном мире. Поэтому для чего еще нужно выйти по-настоящему, сознание преобразовать? Для того, чтобы перестать вовлекаться в этот мир, а стало быть, этот мир не будет действовать на тебя, который мы делим на правое, левое, плохие, хорошие и так далее. Достижение как раз настоящей недвойственности, где есть только одна любовь. Ну, в общем, да, здесь такая же опять получается связочка очень интересная. Чем меньше человек интересуется чем-то возвышенным, чем меньше человек интересуется, кто он есть и для чего он есть на этой земле, он, значит, не понимает, для чего он на этой земле. В этом случае тогда вот эта матрица, она очень легко ему начинает управлять. Вот эта вся система начинает управлять. Вот эта самая цивилизация, которую он управлен. Замещает себя на роли себя. Да, да, да. На роль в этой матрице. И получается, что он просто некий винтик, который боится потерять свое место. В этом случае в нем включается животный страх подчинения, что если я вот лишусь своего места, я помру. То есть это все сводится к той самой беседе, которая давно уже была записана и вот в очередной раз там выложена, там, родовонители, как жить без страха. Да, вот там как раз это примерно все рассказывается. Вот о том, что управляя современной цивилизацией, что? Вот именно страх. Страх какой? Смерти. Ты всего боишься. Боишься почему? Потому что боишься помереть. Тебе внушили, что ты смертен. А почему тебе внушили, что ты смертен? Потому что вот так выгодно кому-то, чтобы ты боялся всего и все эти страхи. Ограничения. Ограничения. Да, настраивались друг на друга. Мы тебя заставляли там копошиться в этом навозе, который тебе подбрасывают, там, искать какое-то золотое зерно в этом навозе. Вместо того, чтобы просто глаза поднять, посмотреть, кто ты такой, разобраться и жить по-человечески. В общем-то, все просто. Понять, кто ты такой, начать разбираться. Нет, проще сидеть перед телевизором, проще пить пиво там или водку себе заливать, всякие праздники дурацкие праздновать. В общем, жить как все. Вот отравнив цивилизацию. И так будет проще. Но при этом постоянно в страхе. Вот. Как только ты начинаешь выходить из этой системы, выйти из сумрака, да, система начинает сопротивляться. То есть, цивилизация начинает сопротивляться. Ты куда, родной? Как же я без тебя? Представляешь, если половина, даже треть людей просто выйдут? Ну, все. Ну, вот. А сопротивляться начинает, и ты видишь это сопротивление, замечаешь на себе только тогда, когда ты еще только делаешь вид, что ты выходишь. Когда ты выходишь по-настоящему, тебе все это пофигу. Ты на своей душе спокойно, нормально, все хорошо. Поэтому с предварительных практик мы начинаем. Сначала нужно выйти, вылезти потихонечку, потом, 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 потом. Кстати, вот Надежда тебе пишет «Благодарю за ответ». Вот. Взаимно. Вот. Так что, люди, дорогие мои друзья, начинайте разбираться, кто вы, для чего вы. Вот, ну, вы же не куски мяса, вы же не животные, в конце концов. Это означает, что у вас какое-то более высокое предназначение. Значит, для чего-то вы сюда себя поселили при помощи кого-то свыше, кто-то вам помог здесь оказаться, значит, вам это необходимо все пройти. Значит, вы же не просто тот кусок плоти, который эту могилу зароют, и он там будет гнить лежать. Но что-то, значит, по-другому здесь идет. Вот и все. Вот. Когда начинаете разбираться, ну, как-то проще становится. И вы начинаете расширять сознание, познавать этот мир. И вот тогда вопросы, которые... Любить этот мир надо. Да, да, да. Просто любить этот мир. И любить, а с миром любить и все. Чем больше... И не ругаться из-за книжечек. Возвращаясь к первому вопросу. Ну, что ж, будем практику делать. Или опять поговорить? Ну, да, нет, давайте, да, давайте тогда свергнем. Тогда отбивку даем. Тогда отбивку даем. А вы готовьтесь, скажи, что нужно для практики? Ничего, просто ровненько сидим. Мы сделаем еще раз свертку времени, потому что, скажем так, давайте так серьезно относиться к этому вопросу. К практикам невременности мы подходим, предварительно серьезно подготовившись. поэтому много я, ну, то, что много, вообще мало только могу что-то дать. То, что воспринимает душа любого человека, это мы сейчас свернем наше прошлое, как делали в прошлый раз. Ну, все равно хорошо. Хорошо, сейчас я эту отбивочку даю, и после отбивки вы вдохнете, выдохните, и начнем делать практику. Итак, пошла отбивка. Продолжай, разного. Ну вот, теперь, наверное, все уже подготовились, и можно начинать. Передаю тебе бразды правления. Хорошо. Давайте мы присядем с вами ровно. Я так полагаю, что мы лучше всего присядем, не надо лежать. Присядем на стуле, на кресле. Спина у нас должна быть ровная. Можно, в принципе, облокачиваться. Это не такая серьезная практика, чтобы мы тут держали спину ровную. Ноги, руки мы не скрещиваем. Ступни полностью лежат на полу. То есть, ни на носочках, ни на пятках стоим. Ровный угол, прямой угол между коленями, бедрами, бедрами спиной и спиной. Руки у нас тоже не перекрещиваются, лежат на коленях. Мы расслабляемся, дышим ровно. Стараемся дышать неглубоким вздохом, выдохом, неглубоким дыханием, а дыханием неглубоким, живота, дыхание нижней части живота. И представляем, что мы находимся здесь сейчас. То есть, фиксируем нашу точку присутствия здесь, вот сегодня, 11 января, 22 07 или 0, сколько там, в 10 часов вечера мы находимся здесь. Мы зафиксировали для себя эту точку здесь сейчас. И теперь спокойно, не вовлекаясь в события, а просто фиксируя, что они есть, уходим в свою память. Представляем, что у нас есть линия в прошлое. И вот назад мы возвращаемся по этой линии по годам, по дням. Пока что мы просто фиксируем те события, которые нам наиболее заполнились пока мы идем назад к моменту появления нашего сознания в этом мире. Идем не очень медленно, конечно, но не очень быстро. Мы не можем, наверное, вспомнить все события, которые есть. Для начала мы сейчас вспомним только те, которые первые вспоминаются, и те, которые очень яркие у нас. Проходим зрелость, молодость, юность, детство. Мы, конечно же, привязываем эти события к каким-то датам, то есть к линии, по которой мы идем. Мы отмечаем их, просто отмечаем, идем дальше. И вот мы доходим все глубже к началу нашей жизни. Глубже, то есть это, наверное, в памяти глубже лежит начало нашей жизни. Пытаемся вспомнить, что только можем. Если у нас нет никаких событий, ничего страшного, мы просто фиксируем, что мы идем по этой линии времени в начало нашей жизни, жизни нашего сознания здесь. Мы не будем акцентировать, началось ли оно в момент зачатия или в момент вашего рождения. Просто начало, не надо это фиксировать для себя. Дойдя до начала своей жизни, мы поворачиваемся лицом к будущему по этой линии и начинаем сворачивать ленту. Представляем, что это жизнь наша, это линия, на которой отмечено время, это лента или дорожка, вот как вот ковровую дорожку собираем и ленту сворачивать, начинаем в сторону, где мы находимся здесь и сейчас. А вместе с этой дорожкой мы сворачиваем и те события, которые мы с вами отметили. То есть, они практически находятся в том самом свернутом рулоне, который мы потихоньку, понемногу сворачиваем, идя к нашему здесь и сейчас. Таким образом, все события остаются в этом рулоне. Мы сворачиваем, мы доворачиваем, натягиваем, чтобы он был очень плотно свернут, этот рулон ленты, дорожки. Понемногу, постепенно, проходя детство, юность, утрочество, юность, молодость, визуально стараясь все-таки эти события унести с собой, из прошлого в этой дорожке оставить, в этой ленте свернутой. Проходим молодость, зрелость, у кого как, не спешая, в то же время не задерживаясь, чтобы те самые образы, события, эмоциональные наши отметки, возникающие при вспоминании о каком-то событии, нас не отвлекали и не вовлекали. Вот мы доворачиваем, сворачиваем эту линию, ленту, дорожку до момента, где мы находимся здесь и сейчас. Теперь она не просто лента нашей жизни, а жестко, сильно свернутые, рулон этой ленты, похожий на точку, в котором содержатся все события нашей жизни. Плохие, хорошие, вместе с эмоциями, с радостью, с печалью, но теперь они находятся в точке здесь и сейчас. Мы помещаем этот рулон, свернутый, свернутый, крепко себе в сердце. Не забываем доворачивать этот рулон постоянно. Теперь у нас наши события, которые были с нами в прошлом, не размазаны где-то, где-то далеко от нас, не отнимают у нас ни энергию, ни эмоции, и память, а находятся всегда в нашем сердце. Мы доворачиваем этот рулон, чтобы он был все крепче и крепче, и нашу жизнь, теперь мы, наше прошлое храним в своем сердце. Мы можем как-то, так сказать, целиком теперь ощутить все наше прошлое. оно было разложено, и мы, может быть, не могли нашу жизнь целиком ее увидеть, ощутить, какая она у нас. Теперь мы это можем сделать. Мы получаем ощущения, которых не было раньше. Ну вот, оставив теперь все свое прошлое в своем сердце, мы нашу жизнь ощущаем, что она у нас не вчера, она у нас не завтра, поскольку теперь из этой точки мы можем повернуть нашу жизнь в любую сторону. Она у нас сейчас здесь в сердце. Вот с таким настроем со своей жизнью в своем сердце, со свернутым своим временем, прошлым в своем сердце и с совершенно свободным направлением нашей жизни будущее мы с глубоким вдохом-выдохом выходим из этой медитации. Все вышли. Ничего не забыли, все свернули. Молодцы. Не страшно, что забыли. С первого раза все мы не свернем, но раз за разом это будет получаться все лучше и лучше. Самое главное, мы не будем размазывать наши эмоции, наше внимание, наше сознание на то, что было, как мы очень цепляемся на то, что было. Оно у нас уже есть, мы не отсказались от этого, оно в нашем сердце. Ну что ж, вот такая с одной стороны нехитрая медитация, практика, упражнения, называть как хотите, но с другой стороны принимайте на вооружение, пользуйтесь. дядя Владимир плохого не посоветует. Дядя, дедушка. Ну хорошо, дедушка Владимир плохого не посоветует. Ну кому-то дядя, кому-то может брат. И кто-то скажет, что сынок, Володя, хорошие штуки дает. Ну что ж, ну что ж, давай подводить итог нашей встречи сегодняшней. Говорить что-то доброе, хорошее, может быть, что-то вспомнил такое, что надо бы сказать по теме практики вне временности. Говорить-то можно много, но, наверное, лучше всего сказать одно. Каких бы практик мы ни занимались, надо помнить, кто мы, откуда мы, и жить через сердце, жить сердцем своим. Оно никогда не обманет. Ну вот, в принципе, и слушать свое сердце, и проверять все своим сердцем. Вот, в принципе, все. Хорошо сказано. Присоединяюсь. Мне же остается вам напомнить, что по одному из современных календарей 11 января 2017 года среда, по одному из старинных 31 день месяца белого сияния, покоя, мира, 7525 лет, а седьмица. Сегодня Владимир Анатольевич Лукашенко рассказывал про практики вневременности. Заменяли мы эфир, который должен был быть под названием «СССР. Единственная объективная реальность» с Андреем Геннадьевичем Злоказом, но пришла информация, что вот по каким-то причинам кто-то его задержал, и что-то там такое происходит. Поэтому он, естественно, не мог явиться на эфир. Надеюсь, что все хорошо, все будет замечательно. Каждый получит то, что нужно получить от этой жизни, и у каждого будет свой урок очень важный и практичный. В принципе, что я желаю каждому из нас, в том числе и себе, получать не чужие уроки, а проходить свои собственные, необходимые нам для просветления, для оздоровления, для получения нужных знаний, чтобы все это становилось практикой, практикой жизни. Вот так вот ни много, ни мало. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Владимир Анатольевич Лукашенко. Всем добра, быть добру, до новых встреч, друзья мои. Слышимся. Благодарю. До свидания. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова